Приветствую дорогие друзья, портал Экзегед отвечает на ваши вопросы. Вопрос поступил очень серьезный. Как остановить подростков от суицида? Конечно, проблема суицида подростков очень большая, и основная причина – это отсутствие контакта между родителями и ребенком. Апостол Павел пишет очень простое правило по поводу воспитания детей. Звучит оно так. Отцы, не раздражайте своих детей. Ну, конечно, касается и матерей тоже. То есть родители не должны раздражать своих детей. Сделать это очень-очень сложно. Дети и правда бывают неправы. Детям и правда нужно делать какие-то замечания, иногда их нужно наказывать. Но родители всеми силами должны показывать ребенку, что они его любят, чтобы он это не просто слышал, но чтобы он это переживал, переживал родительскую любовь. Ребенок должен понимать, что его слышат. Не просто слушают, а именно слышат. Что его понимают. Что его проблемы – это и правда проблемы папы и мамы. Для этого родителям нужно, ну, по сути, костьми лечь. То есть всю свою жизнь отдать ради ребенка. Чтобы не было такого, что мы ребенку говорим «отстань». «Как ты мне надоел». Или уж совсем переходим, когда грань начинаем оскорблять ребенка, проносили в семье вообще молчу. То есть отсутствие контакта между родителем и ребенком приводит к тому, что если у ребенка появляются какие-то большие проблемы по разным поводам, то ему некому довериться. Он, будучи человеком неопытным, а подросток он неопытен в жизни совершенно, зачастую находит выход, как остановить жизнь. Как ему кажется, хотя мы понимаем, что жизнь остановить невозможно, да, и что потом будет встреча с Богом, с тяжким грехом и самоубийством на плечах. Так что причина суицидов – это отсутствие внимания, настоящего такого любящего внимания стороны родителей. Советую родителям не ставить на первое место образование и здоровье, а ставить на первое место именно воспитание. Слово «воспытание» от слова «питание». Родители должны питать своих детей любовью, проводить с ними время. Причем в зависимости от возраста это время даже тоже как-то меняться. То есть варианты времяпровождения. Если с маленькими детьми можно поиграть в конструктор, с детьми постарше можно съездить какие-нибудь поездки, а которые уже подростки, ищите какие-то те интересы, которые у них есть. Если там ваш ребенок любит играть на гитаре, сходите на концерт, где он играет на гитаре и так далее. Но проводите время вместе, чтобы ребенок всегда знал и подросток всегда знал, что что бы ни случилось, вы всегда будете рядом, рядом всегда будете, всегда его выслушайте, всегда поддержите, всегда дадите совет. Не укор, а совет. Помоги Господь. Продолжение следует...